Крупы, макароны, консервы, овощи, запас продуктов для приготовления горячей пищи готов. Одновременно в подвижном пункте питания могут накормить до тысячи человек. Это в 10 раз больше нормативно закрепленных требований. Мы сознательно делаем 10-кратное превышение. Почему? Потому что все курортные города, вы знаете, в 3-5 раз население увеличится в летний период. И мы не знаем, когда может сложиться ситуация, когда понадобится развертывание такого пункта. Вот на данный момент у нас все запасы, расчеты сил и средств, это 25 человек от служащего персонала, это две единицы техники, о которых прозвучало сейчас в докладах, они готовы в течение 40 минут собраться на той площадке, которая будет указана, и приступить к развертке. По условному заданию учений в 8 часов утра поступил сигнал АЧС, где сети в подвижном пункте питания уже готовы были приступить к выдаче еды. Начальник отдела гражданской обороны и защиты населения проинструктировал личный состав. Работы идут свыше 4 часов, после каждого четвертого часа мы должны обеспечить питание. Вот наша задача, наша задача, тех людей, которые привлекаются для ликвидации последствий изначальной ситуации, не под ней, чем через 4 часа, предложить им первое пункта. И в это же время в Джигинке в режиме повышенной степени готовности специалисты развернули штаб химической и бактериологической разведки, забрали пробы воды, почвы и воздуха. Я считаю, что оценка не ниже, чем хорошо. Персонал обучен, кухня была проверена, она готова к функционированию. Всероссийские учения и тренировки пройдут со 2 по 4 октября на трех уровнях. Общее руководство практических заданий – из федерального центра, на региональный уровень и органы местного самоуправления. А новчане доказали – с заданием готовы справиться при любой погоде. Наталья Пухальская, Артем Зиборов, Анапа-регион.